Добрый день, дорогие друзья! Надеюсь, вы находитесь в отличном расположении духа и готовы усваивать новые знания вместе с компанией ТехноНиколь. Позвольте представиться, меня зовут Лёгкий Георгий, я являюсь руководителем учебного центра «Лоджик РУФ» компании ТехноНиколь, а также техническим специалистом по применению полимерных изоляционных материалов. Друзья, могу поспорить, все из вас использовали в своей работе те или иные материалы компании ТехноНиколь. Вот уже более 30 лет мы производим эффективные, качественные и надежные строительные материалы и системы. И в этом нам помогает 66 заводов в 8 странах мира, 6 научно-технических центров и 20 учебных центров, где мы ежегодно обучаем представителей подрядных организаций, повышаем их квалификацию и проводим обучение работы с новыми материалами. Итак, уберите детей от экранов и не пробуйте повторить этот эксперимент с пенопластом. Сейчас мы видим с вами достаточно жесткий краш-тест термоплит. Мы воздействуем на них пламенем газовой горелки температурой более 800 градусов. Что мы с вами видим? Материал не распространяет пламя и не поддерживает горение, при этом сохраняет даже часть своих теплоизолирующих свойств. Почему так происходит? Мы узнаем об этом дальше. Для начала давайте узнаем, что же такое термоплита. По сути, это настоящий сэндвич. Материал 3 в 1, в сердцевине которого находится утеплитель. Это жесткий улучшенный пенополиуретан, с двух сторон покрытый полноценной алюминиевой фольгой, выполняющий функции как отражающей теплоизоляции, так и встроенной пароизоляции. Пир – настоящий супергерой среди утеплителей. Свои уникальные свойства он получил благодаря методу производства – химической реакции. Полученный продукт на 97% состоит из газа пентана. В результате мы получаем теплоизоляционный материал с крайне низким коэффициентом теплопроводности. Кроме того, Пир не восприимчив как к химическому, так и к термическому воздействию, что мы и видели с вами на примере нашего краш-теста. Пир не боится воды. Даже при полном погружении в воду на 24 часа он впитывает менее 1% от своей массы. Что касается прочности, объясню на примере. Для того, чтобы сжать материал на 10%, нам понадобится нагрузка в 12 тонн на квадратный метр, что соответствует примерному весу двух слонов. Скажем несколько слов об истории материала. В 1937 году Отто Байер изобретает полиуретан. В середине 20 века СССР начинает применять полиуретан в оборонной промышленности, а в 1976 году утепляет топливные баки ракеты-носителя «Энергия» с помощью плит Пир. В наши дни полиуретан широко применяется в нашей жизни. От производства матрасов и детских игрушек до утепления холодильника. Как мы уже с вами упоминали, главным преимуществом термоплиты является ее низкая теплопроводность. Применяя плиту Пир толщиной 2 см, мы можем заменить плиту ЭППС толщиной 3 см. Согласитесь, в условиях малой площади балконов каждый сантиметр имеет значение. Сегодня мы с вами будем говорить об инновационной системе утепления балконов с использованием плит Лоджик Пир. С двух сторон облицовано полноценной алюминиевой фольгой толщиной 40 мкм. Чуть позже мы узнаем, почему это очень важно. Толщина плит находится в диапазоне от 30 до 50 мм, а температура эксплуатации от минус 65 до плюс 110. Друзья, как вы думаете, могут ли желания заказчика и подрядчика совпадать? Давайте посмотрим. Во-первых, что же у нас хочет получить заказчик? Конечно же, это качественно выполненный, теплый, уютный и долговечный балкон. Подрядчик, в свою очередь, также заинтересован выполнить работы качественно для того, чтобы получить больше заказов по сарафанному радио и также больше заказов за счет уникального торгового предложения. Во-вторых, и подрядчик, и заказчик хотят, чтобы работа была выполнена быстрее. Заказчик, конечно же, хочет быстрее воспользоваться своим уютным балконом. Подрядчик, в свою очередь, хочет быстрее выполнить работу, чтобы приступить к следующему заказу. Таким образом, за одну единицу времени, выполняя больше объектов и получая больше прибыли. В-третьих, это стоимость. На первый взгляд, здесь желания заказчика и подрядчика диаметрально противоположны. Заказчик хочет получить более экономичное решение, подрядчик хочет заработать больше денег. Однако, не все так однозначно. Давайте разбираться, какие преимущества ThermoPlitLogic PIR позволят нам соединить все эти три желания и заказчика и подрядчика вместе к взаимной выгоде. Мы знаем, что при общении с потенциальными клиентами вы часто используете такой термин, как эффект термоса. Однако, что же нам нужно для того, чтобы на балконе достичь реального эффекта термоса? Необходимо соблюсти два условия. Первое, это замкнутый тепловой контур без мостиков холода. Второе, это наличие отражающей теплоизоляции. Именно поэтому вы часто применяете систему ЭППС плюс вспененный фольгированный полиэтилен. Однако, не все знают, что при использовании фольги толщиной меньше 15 микрон в качестве отражающей теплоизоляции, мы по большому счету не получаем никакого изолирующего эффекта и тепловые лучи насквозь проходят наш материал. При использовании фольги толщиной от 15 до 30 микрон мы с вами получаем лишь просеивающий эффект, который тоже не обеспечивает полноценного сохранения лучистого тепла внутри помещения. И только лишь при применении фольги толщиной от 30 микрон мы с вами получим настоящую отражающую изоляцию и наши тепловые лучи будут оставаться внутри нашего балкона и делать его теплее. Именно поэтому в плитах Лоджик Пир фольга используется толщиной 40 микрон. Термоплиты Лоджик Пир экономят каждый сантиметр на вашем балконе. Как вы думаете, какая толщина термоплиты заменит систему из плиты ЭППС толщиной 5 сантиметров и дополнительной отражающей изоляции из вспененного полиэтилена с фольгированной поверхностью толщиной 1 сантиметр. Это всего лишь 4 сантиметра термоплиты. А если мы используем плиту Пир толщиной 5 сантиметров, то мы заменяем систему из ЭППС толщиной 7 сантиметров и отражающей изоляции толщиной 1 сантиметр, что экономит на нашем балконе по 3 сантиметра с каждой стороны. Согласитесь, достаточно приличные цифры. И не забывайте про толщину алюминиевой фольги. Следующее ключевое преимущество, особенно актуальное для подрядчиков, это высокая скорость и простота монтажа. Благодаря простому монтажу в один слой, отсутствию обрешетки необходимости подгонять теплоизоляцию под обрешетку, а также сочетанию трех продуктов в одном, в среднем монтаж системы на основе плит Лоджик Пир на 30-40% быстрее, что позволяет вам выполнять большее количество заказов за тот же промежуток времени. Уверен, многие из вас уже сталкивались с желанием заказчика применить при отделке помещения только безопасный и экологичный материал, что в принципе соответствует требованиям последних лет. Однако и безопасность, и экологичность должна быть не только на словах, но и подтверждаться соответствующими документами и реальной практикой. Что же касается термоплит Лоджик Пир, то они полностью соответствуют всем требованиям по экологичности и безопасности. При монтаже и эксплуатации они не выделяют ничего вредного, что подтверждается европейским сертификатом М1 по эмиссии из строительных материалов. Они одобрены к применению в детских, дошкольных, учебных и лечебных учреждениях, что опять же дополнительно подтверждает высокую экологичность данного материала. И, что очень важно, они не распространяют пламя и не поддерживают горение, обеспечивая высокую безопасность нашего балкона, потому что, к сожалению, статистика последних лет показывает, что пожары очень часто начинаются именно с балконов и лоджий. Так почему же все-таки Лоджик Пир? Реальный эффект термоса, высокая скорость и простота монтажа, безопасность и экологичность. Конечно, одним из самых важных факторов является конечная стоимость готового балкона. Давайте посмотрим, насколько цена утепления балкона с Лоджик Пир отличается от цены утепления балкона с системой ЭППС плюс вспененный полиэтилен. По нашим подсчетам разница составляет, при условии одинаковой отделки. Всего 3%. Таким образом, заказчик получает качественно утепленный балкон, а подрядчик эффективный инструмент не только для работы, но и для заработка. Вот мы и подошли к вопросу монтажа системы утепления балкона с термоплитами Лоджик Пир. Здесь все просто. Помимо самих термоплит, нам понадобится полиуретановая клей-пена для того, чтобы временно зафиксировать наши плиты. Алюминиевый самоклеющийся скотч для того, чтобы мы могли проклеить стыки плит и получить герметичный пароизолирующий контур. Деревянные рейки размером 20 на 40 мм, а также крепеж. Этими рейками мы будем механически фиксировать плиты на постоянной основе. Крепеж мы подбираем в зависимости от типа основания, ну а последующие отделочные материалы выбираются в зависимости от желания заказчика. Для начала нам необходимо подготовить основание. Его нужно очистить и обеспылить. В случае наличия определенных неровностей желательно их выровнять. После подготовки основания мы можем приступать к временной фиксации термоплит к поверхности. В случае использования клеевого крепления мы наносим клей-пену змейкой на обратную сторону плиты. Количество клей-пены должно быть небольшим, чтобы у нас не образовывался толстый слой клей-пены под термоплитой. Расстояние между полосками клей-пены должно быть 250-300 мм. После нанесения клея мы должны выждать 1-2 минуты для первичной полимеризации клей-пены. И после этого можем прикладывать ее с легким прижимом к поверхности. Если же мы монтируем эти плиты на потолок нашего балкона, необходимо выдержать данные плиты в течение, опять же, 1-2 минут для образования первичной фиксации. В качестве альтернативы клеевой фиксации мы можем применить временное механическое крепление, используя тот крепеж, который подходит к нашему основанию. Кирпич это либо бетон, либо какой-то иной материал. После временной фиксации необходимо алюминиевой самоклеющейся лентой проклеить стыки плит для образования герметичного пароизолирующего контура. После проклейки стыков алюминиевым скотчем мы приступаем к постоянной механической фиксации наших термоплит. Для этого мы используем деревянные дрейки, обычный это размер 20 на 40 мм, и механически крепим прямо через наши плиты к основанию. Направление рейк выбираем в зависимости от последующей декоративной отделки. Опережая ваш вопрос, где же можно приобрести термоплиты Лоджик Пир Балкон. Вы можете их приобрести в строительных магазинах вашего города. Что же, друзья, сегодня мы с вами убедились, что применение термоплит Лоджик Пир для утепления балконов эффективно и выгодно. Спасибо, до скорых встреч!